Сегодня мы поговорим о тех растворителях, которые используют для акриловых красок, потому что это основа основ, это то, что позволяет краскам растекаться и создавать различные узоры, в том числе, это практически то, с чего начинается любое жидкостное рисование. Самое простое, вернее начнем с того, что мне не так давно написали, что когда-то акриловые краски разводили бензином, и потом их использовали для рисования, это давало какие-то различные эффекты. Но дело в том, что бензин очень опасный, и благодаря тому, что развиваются технологии и многое другое, сейчас у нас есть колоссальный выбор, и это даже далеко близко, это даже не одна десятая часть различных медиумов, как мы говорим, для того, чтобы создавать вот этот pouring art, или pouring acrylic painting, то есть жидкостное рисование. Из моего опыта я просто поделюсь с вами, что я открыла для себя, если вам подойдет, то вы можете это использовать, и в дальнейшем я скажу вам, какими пропорциями я пользуюсь, но сразу же хочу сказать, что в реальности пропорции всегда, всегда индивидуальные, то есть вы сами должны научиться чувствовать каждый из этих, значит, растворителей для акриловых красок, поэтому, ну, пока вы не создадите свой идеальный вот этот микс различных растворителей, то, ну, вам придется пользоваться теми, которые предлагают другие, но вы не всегда получите тот эффект, который вы хотите. Тем более, что технологии, еще раз говорю, пошли вперед, и даже если несколько лет назад было всего несколько видов растворителей, сейчас их очень много, значит, самый простой метод рисования, который вы можете использовать с детьми, это растворять обычный ПВА-клей, он есть различных видов, то есть ПВА-клей, который можно использовать, и фактически этот ПВА-клей растворяется наполовину с водой, чаще всего тоже зависит от густоты, я уже использовала одну банку, это уже новая банка, взяла побольше. ПВА-клей можно комбинировать с другими растворителями и дистиллированной водой, желательно дистиллированной водой, хотя, в принципе, и для начала можно использовать любую воду, но многие профессиональные художники рекомендуют растворять в дистиллированной воде, потому что мы не знаем продолжительный эффект использования недистиллированной воды, то есть там могут быть различные соли, поэтому вот обычный ПВА-клей, который может быть под разными названиями, разной цены, вы можете взять самые дешевые и попробовать, Самая простая методика это растворить наполовину с водой и фактически это будет как бы начало-начал рисования. ПВА-клеи не дают такие вот, скажем, эти селс, то есть вот эти клетки. Поэтому, чтобы получить какой-то эффект, нужно еще добавлять специальные средства, о которых мы поговорим в следующем видео, чтобы изменить вот это течение и смешивание красок. Я начала свои работы с обычных вот этот DecoArt Medium, ну не слишком дорогая компания, и поэтому в принципе большое количество, но что мне не нравится с этим растворителем, что он не дает такой, знаете, блестящую поверхность, как лакированная поверхность, потому что в реальности есть акриловые растворители, вот, например, Demacrylic, вот, значит, это растворитель, который содержит также лак, и поэтому, когда засыхает поверхность, она становится очень гладкой, как будто уже лакированной, и практически не требует особого покрытия, хотя, конечно, мы можем давать защитное покрытие лаком. Теперь, значит, очень популярный, известный в Северной Америке, это Liquitex компания, которая вырабатывает, ну, производит именно профессиональные различные растворы, и вот этот очень популярный Pour Miriam, то есть растворитель для акрилика, он дороже, чем, скажем, эти, но, тем не менее, он дает очень хороший эффект, все очень довольны, и поэтому это можно уже, этим можно пользоваться чуть позже, когда вы научились немножко смешивать краски. Некоторые, значит, смеси вырабатываются, производятся теми же, скажем, каким-то мелким производителем, или даже продавцами арт-магазинов, то есть магазинов, где есть вот эти всякие средства для профессионального рисования, вот Курис, он имеется, он уже, по-моему, на рынке больше 125 лет, или что-то в этом роде, и он выпустил, не пробовала, не знаю, значит, Medium и Varnish, Varnish, это лак, значит, Gloss, это получается, что можно смешивать и одновременно получать вот такую гладкую поверхность. Некоторые, они пишут, что они содержат, это, конечно, плохо, но также в Америке очень-очень популярный, рекламированный, не то, что рекламирую, а вы можете найти на многих, на многих сайтах и на видео в YouTube, это Fluid или Fluidrol, значит, это латекс, основанный на латексе, как бы основа для рисования, очень удобное использование для, как раз, жидкостного рисования, очень, он такой, скажем, популярный и не слишком дорогой, можно купить большие, как говорится, галлонами, такие бутылки. Помимо этого, можно добавлять другие, например, есть обычный клей, таки-глу, который тоже используется, причем эти клеи можно покупать в каких-то супермаркетах, в магазинах для автомобилей, автомагазинах и так далее, то есть эти клеи довольно часто используются в домашней среде, ну и на работах, скажем, на стройках и так далее. Один из лучших считается клеем, вот. Есть также специальный тоже популярный растворитель, который добавляется до Fluidrol для получения, потому что Fluidrol не дает такой блестящей гладкой поверхности, как и клей PVA, поэтому, например, один из лучших профессиональных, ГАК-800, значит, может давать вот эти поверхности, и поэтому его, значит, определенная часть вот этого растворителя добавляется в другие. И также может добавляться, скажем, с другими, смешиваться с другими, это Gloss Medium & Warnish, то есть это фактически лак, смешанный с растворителем, что-то похожее, как это, но уже тоже известной компанией, поэтому можно тоже смешивать с другими растворителями. Это далеко не все растворители, как я сказала, потому что в реальности, когда вы начнете ходить в магазины профессионального, ну, магазины, где можно покупать профессиональные растворители, краски, именно для создания каких-то проектов по искусству, по рисованию, картины и многое другое, то, конечно, вы столкнетесь с появлением каждый раз чего-то нового, и когда я захожу, я всегда удивляюсь, как всегда много появляется нового. Тем не менее, вы не можете распыляться на многое, и я тоже не трачу деньги сразу на все, тем более, что мне хочется изучить каждый, значит, этот растворитель более серьезно. И еще раз повторю, что многие в своих видео или, скажем, в книжках не дают точных ингредиентов, или же вы получите не то, что, в принципе, вы бы хотели получить. Например, когда я начала рисовать и использовала пропорции одной художницы, которая сказала, что нужно взять две трети, например, растворителя и смешать с одной трети ПВА, у меня получилась как бы слишком густая консистенция, очень густая, которая практически не разливалась. Поэтому очень важным еще элементом является вода, дистиллированная вода или обычная вода, которую вы можете дополнительно растворять до той консистенции, которую вам хочется получить при смешивании различных вот этих растворителей. Интересно, что, опять же, некоторые люди, которые занимаются этим уже не первый год, рекомендуют смешивать несколько, то есть там дают различные пропорции, например, Flat Rolls, например, или вот, например, Flat Roll, потом Liquitex растворитель и клей, или же Flat Roll растворитель и какой-то вот этот клей, или Golden, значит, GSC 800, то есть различные пропорции. Опять же, вы сами можете играться с пропорциями, и можно понимать, что если вы не изучаете, не экспериментируете, не пробуете, то вам будет трудно понимать сущность вот этого нового, не то что нового, как бы популярного, ставшего популярным искусством жидкостного акрила. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok